Лос-Анджелес, Майами! Да какая разница-то, пальмы везде одинаковые! Фух, а как жарко-то в Майами! Розява, чемодан забыла! Так вот он-то какой, Пэрэдайв! Пошла узнавать что-то, ты к чему? Майами один из самых неоднозначных городов в Америке! Для них это символ лакшери жизни, для других просто перевалочный пункт! Знаете, вот как принято, если в Америку едешь, то куда? Нью-Йорк, Лос-Анджелес и, конечно же, сюда, в Майами! Город-праздник, дорогие машины, люди в шортов и вечное лето! Но знаете, это только мы привыкли видеть его таким! И вот хочется понять, чем же здесь надо заниматься, чтобы заработать на все эти развлечения! Только я проговорила про тусовки, и вот ровно прям попала в тусовку! Что я сразу заметила, в Майами очень много полиции! Смотрите, одна машина, вторая, там еще три полицейские машины! Полицейские, надо сказать, продвинутые говорят, что на GoPro снимаешь? На какую камеру? Класс! Я давно такого не видела! Забитые рестораны в самый разгар рабочего дня! Только есть проблема! Я прошлась в 10 минут, и что-то становится откровенно нехорошо! Солнце все выше, и становится прям жарче и жарче! Надо где-то купить холодной воды, и уже поехать определиться с отелем, хоть там в кондиционер попасть! Потому что прям становится невыносимо! Ну, либо идти купаться! Летом в Майами по 35 градусов жары и влажность аж 97 процентов! Местные днем сидят под кондиционерами, а по улице гуляют только отчаянные туристи! Вроде меня! Ура! Мне повезло! Нашла мини-маркет! Сейчас я пойду куплю водички! Здесь так прохладно! И вот водичка, которая продается гитарейд! Это американцы очень любят покупать, помогает восполнять жидкость в организме! Но на самом деле просто с обычной водой пришла, и вот она здесь по 2 доллара! Спасибо! Так, водички нашла, пора отправляться дальше! Город получил свое название от одного из местных племен, которые жили в 16-17 веках. Поэтому и звучит не по-американски – Майами. Но самое главное – это туристический город, и его задача – принимать людей. Например, из Нью-Йорка, потому что всего 2 часа полета, и ты уже тут. А я со своим туристическим чемоданом бы отправилась поискать жилье, да подешевле. Я слышала, что все здесь селятся вот в таких высотках на берегу океана. Не, все понятно, конечно. Красивые высотки, океан рядом. Но что здесь по ценам, где остановиться жить? Я вот загуглила, здесь только квартиры в аренду. 5 900, 3 800, даже квартира за 20 тысяч в месяц есть, вы представляете? Отели, которые находятся на этой линии, тоже жутко дорогие. Короче, вообще не ясно, где в этом Майами жить. Мне, видимо, нужно двигаться дальше, искать какой-то более практичный вариант, чем вот это вот все. Вы, наверное, заметили, ребят, что в последнее время я много бываю в разных городах. И удивляюсь, насколько везде развита IT-сфера. И это логично, на IT-шников сейчас огромный спрос. Не только в Америке, в России, вообще во всем мире. И самое сейчас востребованное в IT-сфере – это Data Science. Все, что связано с данными и их обработкой. Во-первых, Data Science – это простой вход в IT. Вне зависимости, какой у вас возраст образования, никаких специальных навыков не нужно. Во-вторых, такие специалисты в большом количестве нужны как для стартапов из двух человек, так и в огромные корпорации типа Google, Microsoft и Яндекса. Ведь правильный анализ и сбор данных помогает бизнесу расти. И за такие навыки работодатели сейчас очень хорошо платят. Зарплаты выше, чем у хваленных программистов. В России средняя зарплата Data Scientist – 250-300 тысяч рублей. В Америке – от 10 тысяч долларов в месяц. Круто? Ну и самое приятное – вы можете работать без присутствия в офисе. Работайте хоть без Майами. Где получить такую профессию? Я рекомендую курс по Data Science в Skill Factory. Ребята не только научат всему необходимому, но и помогут с трудоустройством. То есть вы можете устроиться на работу по профессии уже через 5 месяцев после окончания курса. На курсе будет много практики и занятия с экспертами из Яндекса, Инвидия, а также поддержка менторов на всех этапах, хакатоны, стажировки и, конечно же, индивидуальная подготовка к трудоустройству. В пользу Skill Factory говорит их лидирующее место на рынке обучения и многочисленные положительные отзывы на независимых площадках. Курс закончила больше 6 тысяч учеников. Но для индустрии это все равно мало, поэтому надо стартовать. Тем более у ребят сейчас действует максимальная скидка в 45% по промокоду Nelly. Так что переходите по ссылочке в описании к этому видео, регистрируйтесь на курс, меняйте жизнь по-лучшему. Ну а я, чем дальше? Из того, что в Майами удивляет, смотрите, светофор закреплен на таком прочном железном столбе. Все потому, что здесь бывают очень сильные тропические дожди и ураганы. С ураганами, вы представляете, вот отсюда, прямо с океана, идет огромная волна. Моет просто эти дома. Они, конечно, выдержат, они крепкие здесь, но все равно. А если домики вот дальше, одноэтажные, может смыть крыши. Короче, все эти кадры, я думаю, в новостях все могли видеть, когда ураганы случаются в Майами. И плюс, смотрите, асфальт сделан под наклоном вот туда. То есть у него есть уклон. И здесь предусмотрены ливневки вот такие вот американские. Для меня все еще удивительно, что большинство американских городов даже не рассчитано на пешеходов. Здесь мало тротуаров, и между переходами и светофорами просто огромные расстояния. А такси тут стоит в среднем 15-20 долларов за одну поездку. Вы не поверите, я нашла чуть ли не единственную автобусную остановку. Самый прикол, скамеечка, которую здесь делают, типа сидишь, ждешь автобус. А они, посмотрите, железные. И на них сесть просто нереально, потому что под солнцем раскаленный. Я не знаю, кто вообще такое строил. Представляешь, садишься и просто прижигаешь себя, как на сковородке. Все потому, что в Майами на автобусах мало кто ездит. Бытует мнение, что передвигаться по городу тусовок надо обязательно в дорогой машине. А с дорогими тачками, как известно, все просто не бывает. Били ламбы, били, воровали. Серьезно было? Нашли машину в Атланте, разбитую. Секцина уехала? Да, он перерубил датчики и как-то так включил на другую машину. Я мой показывает, что машина здесь. Теперь, да? Как искаем, да. Марк ведет бизнес по аренде люксовых авто, яхт и даже самолетов. И за это время столько ситуаций повидал. Все, нашли машину, как бы разбитую. Человека нашли тоже и посадили в тюрьму. Да, то есть как бы там была жесть. Там был тяжелый кейс, там было разбирательство такое. Ну, у нас хорошие юристы, хорошая полиция. И мы все это разрулили очень легко. Прокат экзотических машин Пугачев номер один в Майами. Это сейчас его американская мечта сбылась. А каких-то 7 лет назад он начинал, снимая небольшую комнату и перебиваясь тут на временных работах. Марк, эта машина твоя, правильно? Да, которую я не сдаю. Которую ты не сдаешь, ты прямо на ней гоняешь? Да, сам лично. Потому что надоело, все сдам, выхожу на паркинг, ничего нету. Надо, чтобы у Гонора хоть одна машина была. А это моя самая любимая машина. Ты слушай, это такой прям вот пример отличный человека, который сюда приехал. И буквально там с одной машины, да, у тебя одна машина здесь была, поднялся до сколько сейчас в гараже машин? 50 штук. Но они не стоят, естественно, все, катаются. Они все в аренде катаются. Все работает у меня очень хорошо. Расскажи, как у тебя это получилось, вообще откуда ты сюда приехал? Приехал я из Москвы. До Москвы я жил в Белоруссии. Приехал в Майами, как и все, наверное, просто попутешествовать, посмотреть, как город. Вот влюбился с первого раза. Где же знаешь, влюбляешься с первого раза? Я понимаю тебя. Тепло? Тепло. Пальмы. Да, я сначала Америка, она такая прекрасная, все такое супер, медицина, одно, второе. Но на сегодняшний день, конечно, у меня все поменялось. Плохой здесь сервис, все ерунда полная. Ты стал местным. Да, я стал местным. Вот что меня спасает, это вот солнышко, которое с января до декабря, вот она всегда. И вот океан, вон, можем добежать, кто быстрее. Сегодня тут целая выставка экзотических машин. И рядом не только зеваки, а те, кто реально их покупает. На чем вообще тут люди гоняют в Майами-Горске? В Майами-Горске гоняют в основном на Ламборгини. Окей. Этот город позволяет за счет солнца. Я ее слышала. Погоды позволяют. В основном на спортивных машинах. Мало ты увидишь здесь машин такие простые какие-то. А ты согласен, что Майами это такое, прям я смотрю, Дубай американский? Да, да, да. Все сюда, вся элита. Еще знаешь, что заметил, какую очень важную тенденцию, что... Вот мои клиенты, которые были, они уже там сформировались, да. И неважно, вот ковид, не ковид, все равно летят, тратят деньги. Вот честно слово, прям вот сумасшедшие деньги. На лодку там снимал, сейчас клиент там порой нет. 15 тысяч там просто за весь день лодка там, да. Ну как бы там, ну Ламбу можно снять, там два царика отдать там за 2-3 недели. Честно скажу, ни разу на таких дорогих тачках не каталась. Тысяча лощадей. И самое главное, что в Майами это, блин, законно, потому что вон там стоит полиция. Она это все дело, более того, разрешает и охраняет. Ну, сегодня, наверное, понятно. Сегодня понятно, что они в курсе, что здесь будут ребята гоняются. Но мне кажется, в Лос-Ангрии сейчас не сказали, что... Я сразу, да, вставать, если не дешево. Абсолютно рада. Здесь вставах, как пишут, все позволяют. Здесь и треки есть. Если ты хочешь, можно собраться, там же нельзя, заезд какой-то сделать. Даже с партнерской поля, они будут за тобой ехать, сопровождают. Ребята говорят, что только за рулем этой тачки можно прочувствовать настоящий вайп этого города. Это как за рулем квартиры ты сидишь. С ума сойти. Кстати, ребят, чуть не забыла, Марк на розыгрыш среди комментов дал вот такую фирменную бутылочку Ламборгини. Говорит, ну, почему бы, ребят, тоже не порадовать. В общем, спасибо ему. А у нас с вами вот такая вот бутылка на розыгрыше. Все, как обычно. Лайк, коммент, подписка. Ребят, забирайте. Мне кажется, она прикольная. Заметки из богатой майамской жизни. Тут нужно закрывать крышу. Вот серьезно. Кабриолет, это, конечно, прикольно, но адски жарко. Сейчас вот... Сейчас будет прохладно. И это круто. Она прям умеет это делать на ходу. На этой машине я решила отправиться к тому, кто в тачках разбирается гораздо лучше меня. Но вот беда. Мой телефон не выдержал такой жары. Поверите, у меня даже телефон перегрелся. Пишут, что ему требуется охлаждение, дальше он не работает. Впервые такое встречаю. Куда я вообще заехала? Что это за район такой? Надеюсь, здесь безопасно и можно вот так вот на лампе стоять. На всякий случай машину глушить не буду. Такой район абсолютно обычный спальний. И я тут вот на этом монстрике. Смотрится он, конечно, здесь неплохо. Но во дворах таких машин здесь нет. Миша, привет! Привет! Ты в Майами, я поверить не могу. Приехали калифорнийцы в Майами. Ну что, салют, гайз? Как тебе здесь? Я, понятно, жарко. Вот сейчас реально я стою. Очень жарко. Честно скажу, я уже 4,5 или 5 месяцев здесь в Майами. И я охреневаю. Извините за выражение. Но я реально устал, ребята. Это просто 30 градусов, 30 минут. Да, еще тут солнце прям. Духота. И в день могут идти дожди раза 3-4, а то и 5. Для тех, кто не знает, Денис ведет блог о машинах и приехал сюда из Калифорнии. Но пожив какое-то время, понял, что климат-обстановка абсолютно не те. И он купил вот этот американский дом на колесах, где сейчас делает ремонт и стартует в поездку через всю Америку. Садись за водительская. Слушай, я никогда не сидела. Это прям машина из американских фильмов, на которой американцы путешествуют по всей Америке. Поэтому я ее купил, чтобы ты ехал за рулем басса, сзади у тебя была вся жизнь. И ты мог здесь кайфовать. Я же с дочкой поеду. У меня дочке 3 с копейками годика, и мы с ней будем путешествовать. У тебя двигатель нравится, да? Да, нет. Ты знаешь, мне нравится ощущение, что там битопол. Смотри, ты приехала на Ламби, да? Да. Да. А здесь тоже стоит V10, так же, как у тебя. Только это от Форда 6,8 и жрет бензин, и, наверное, литров 40 на 100 километров. Здесь будет двухметровый такой офигительный диван. Он будет раскладываться. То есть еще спальное место. Там кухонная зона со столиком, с двумя креслами и еще один маленький кофейный столик. То есть здесь все это располагается. Там у меня двухспальная кровать, спальня все сделана. И я сейчас доделываю душевую кабину. Слушай, ну место в ней вообще нормально. Как, знаешь, там очень компактные однушки в Москве. А это тачка. У меня у друга в Москве была квартира меньше, чем вот этот дом. Ну, так и есть. А здесь все было в ужасном состоянии, все грязное, жирное. Вот как вот здесь оно пальцы прилипают, видишь? А, я чувствую, 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 да. А теперь вот здесь потрогай. Монтин какой-то. Чистенько, все-все хорошо. То есть я вот это все чищу постоянно. Я здесь нон-стопом что-то делаю. Кстати, некоторые американцы выбирают жизнь в таких домах на постоянку. Удобно получается, аренду платить не надо, но есть и свои минусы. Это может стать неким пылесосом бабок, потому что его где-то надо ставить, за это надо платить. Плюс его надо обслуживать, плюс прочее. Посмотри, многие американцы в них живут, и тебе надо приехать на стоянку, это фактический дом на колесах. Это 800 тысяч долларов в месяц. Вот. Это все равно как бы дополнительные деньги. Ты в Регнаренте экономишь, но по факту ты все равно... А теперь внимание. Я его купил за 8500. Да. Соответственно, потому что там надо было сделать вот эту всю работу. Я сейчас делаю эту работу, собственно, ручно. И потратил примерно пока тысячи две долларов, плюс мебель там тысяча долларов сверху будет. И, соответственно, трешку. Он стоит в таком состоянии. 15-16 на аукционе. Чтоб ты понимал, если его сейчас продавать за 20-25, а когда он будет вообще весь и снаружи, и внутри, и хороший, он стоит трицулю. Честно скажу, идея с путешествием мне очень нравится. И надеюсь увидеться с чердаком уже в Лос-Анджелесе. Я желаю тебе, чтобы путешествие прошло просто офигенно. Куча классного контента. Я хочу тебя видеть. А мне пора двигаться дальше. Но вот уже, наверное, без ламбы. Эх, ламба, это, конечно, дико круто. Ну, знаете, для меня это как аттракцион с тысячей кобыл под капотом. Модно, конечно, стоило это попробовать здесь, в Майами. Но мне кажется, спорткары, это не совсем мое. Придется тебе, роднулька, отдать хозяину обратно. И вот как раз подошло время регистрации в моем отеле. Удивительно, что в Майами в отеле заселяют не с утра, а с обеда и даже вечера. Так, кажется, я на месте. Отель вот справа, сзади стройка какая-то. Надеюсь, будет не очень шумно. Короче, отель называется The Redbury. И говорят, что интерьеры выполнены в стиле арт-деко. Ну что в Майами? Удиви меня. Неплохо. А вот, кстати, и зонтики в Майами, это очень актуальная тема, а я переживала. Так что тропические дожди, ай, тропические дожди мне будут не страшны. А вот и лифт. Тут даже зеркала стилизованы. Я уже чувствую, что номер должен быть прям бомбический. Номер в моем отеле стоит 170 долларов в сутки. Это еще дешево для Майами. И то в моем случае, потому что в нем сейчас закрыт бассейн на ремонт. 226, а мой вот этот, 224. Ну что, заходим? Ух ты! Сразу чувствуется прохлада. Ну номер светлый, красивый, зеркало. И как обычно, конечно, во всех американских отелях большая-большая кровать. Даже если ты остаешься один, кровать все равно будет размер кинг-сайз. Когда я бронировала отель, я увидела здесь проигрыватель. Вы не поверите, ребят. Здесь настоящие пластинки. Что у нас тут? Боб Марли! Что тут еще есть? Элтон Джон! Даже не знаю что. Давайте Боба Марли поставим. Гоу! Работает! Номер, в принципе, достаточно просторный. Декор, как обещали, арт-деко. В окошко виден... Что здесь, океанчик? Ну, вот не совсем, конечно, видно, потому что, так сказать, когда номера стоят не очень много, ни как в тех таурах, ни как в тех больших башнях на берегу, номера будут дешевле, но и воду ты не увидишь. С другой стороны, всегда можно пройтись пешочком, так что я за практичность. Лучше немножко сэкономить в цене. Что у нас здесь есть? Халатик фирменный с буковкой R. Все как полагается. Душевая кабина. Отельный бизнес тут, как понимаете, процветает. И самые низкие цены, конечно, вне сезон. Хотя, что это я такое говорю? Низкие цены и Майами, похоже, вообще несовместимые вещи. Что здесь есть из перекусов и в мини-баре? Мне кажется, это вообще отличная идея постоянно сравнивать цены. Итак, печенье Орео, вот так вот оно выглядит, стоит здесь 5 долларов. Чипсы по 4 доллара. Это у нас виски, виски, водка. А вот сколько стоит такая? Абсолютно 8 долларов. Так, ну, судя по прайсу, вообще поесть в номере не светит. И я предлагаю оставить всю эту красоту здесь. Оставить чемодан. Взять вещи. И отправиться на поиски вкусной местной еды. Я надеюсь, что в Майами такая есть. Майами славится своей ночной жизнью. Ну, правда, вот на улице тачки, движуха, огни. Такое ощущение, что все эти люди не собираются спать. Пойду на разведку, узнаю, как тут люди отдыхают. Я такая надела платье, на самом деле без каблуков. А надо тут на побережье надевать именно их. А еще лучше, вот вещи из такого магазина. Так посмотрите на это. Здесь себе и Кедди Кинай крошит, и конверт, даже детские в стразах. Ну и, конечно, если каблуки, то, видимо, только такие. Вообще стиль одежды в Майами – это белые футболки и джинсы днем, и рубашки, и каблуки вечером. Ночь, и опять-таки каждый работает. Вот женщина продает цветки тем, кто на свидании здесь. Другой народ пытается что еще продать под видом, так сказать, чидидисков, например. Здесь ребята курят кальян. Ну, короче, каждый находит свой движ. И плюс у ребят, которые работают в ресторанах, бармены, официанты, поток постоянный, чаевые хорошие. Ну что, я точно сегодня поняла? Чтобы вот так тусить, надо реально не работать и спать до обеда. А это точно не мой вариант. Но у меня тут есть план с 35 каналами и пультиком. Давайте чекнем. Фильм, конечно, забавный, но усталость берет свое. Мне еще надо хорошо выспаться, потому что завтра я попробую ответить на самые главные вопросы о Майами. Спокойной ночи. Доброе утро, Майами. Ну что, у меня американский завтрак. И первое, чем я ошиблась, я надела тут эту кофту. Реально жарко. Уже даже с утра придется раздеваться. О, так-то лучше, хотя раннее утро. Ну что, что у нас в менюшке? Типичный американский завтрак. Тосты, ветчина, бекон, яичница и обязательно американские блинчики. Интересно, что из-за высокой влажности ты еле чувствуешь запах еды. Сэндвич, смотрите, тут сыр, ветчина, зажаренный, очень тепленький кетчуп, картошка. Причем картошка, смотрите, какого цвета. Я так понимаю, она изначально сварена, а потом еще и зажарена. Интересно, сейчас попробую. Обязательно чашечка американского кофе. Причем, если ты его успеешь на завтраке допить, то его доливать до тех пор, пока ты не уйдешь. И сегодня я решила начать утро как типичный майамец. На пляже, конечно. Я тут загуглила, вообще нашла удивительную вещь. А касса пляжей в Майами, как таковых, вот в Майами-бичи не было. Раньше это все были мангровые заросли. Потом двое смекалистых американцев из Нью-Джерси выкупили эту землю, чтобы посадить пальмы и выращивать. Вот смотрите, как здесь настоящие кокосы. Вот один из них даже, вот смотрите. Недозревший, видимо. Вот так выглядят, ребят, недозревший кокос. Обалдеть просто. Короче, их план с треском провалился. И они решили, что что землям пустовать, пальмы что-то не растут. Помчим мы делать пляж. И так и появился Майами-бич. Эх, как давно я мечтала пробежаться босиком по этому золотому песку. Короче, Майами это то место, где нужно быть со своим полотенцем, зонтом. Причем, посмотрите, все такое разное, все пестрит. Знаете как, Анапа 86 или Наши Сочи. Здесь, кстати, также кукурузку ходят на пляже, продают. Чаечки! И я бы вот не против была Чурчхелы. Жаль, ее здесь нет. Конечно, я поражена, как круто выглядит Атлантический океан. Осталось проверить, насколько он теплый. Блин, знаете что, песок, конечно, очень красивый. Я бы сказала, что это какие-то майамские Мальдивы. Ну что, засиживаться? Самое важное, это на океанчик сходить. Океан теплейший, как парное молоко. И так почти круглый год. Теперь понимаю, почему все эти отели на набережной забронированы на месяцы вперед, а квартиры с видом на океан раскуплены за миллионы. В Майами, в принципе, очень много дорогой элитной недвижимости. Огромное количество звезд. Как, кстати, зарубежных здесь живет, так и русскоязычных. Там Валерия, Леонтьева, Кристина, Арбакайте. Я думаю, что все вы знаете тех, кто на новогодних елках выступает в наших странах, а потом сюда отправляются пережидать зимушку-зиму. А вот здесь вот, например, слева, Фишер Айленд, это остров, на котором находятся очень дорогие квартиры. Чтобы туда попасть, кстати, люди едут на пароме вместе со своими машинами. У них своя школа, свои магазины. Квартиры стоят бешеных денег. Чтобы вы понимали, конкретно вот в этом доме квартиры по 4-5 спален стоят 15 миллионов. Знаете, что заметила? Что здесь, в Майами, вообще практически не встретить бездомных. Чем славится Лос-Анджелес? У нас там бездомных огромное количество. Некоторые даже в Калифорнии называют Homeless State, то есть штат для бездомных. Я, кажется, нашла какую-то бесплатную вещь в Майами, где можно освежиться. И, конечно, я просто не могла не заглянуть в самое русское место во всем Майами. Sunny Isles, еще один знаменитый район. Точнее сказать, не район, а даже целый город. И здесь очень много выходцев из наших с вами русскоговорящих стран. Так уж повелось. Живут некоторые вот в этих трамп-тауэрах и ходят есть и покупать продукты в русские магазины. Вот, смотрите, матрешка, там калинка, атмосфера. То есть, по сути, такой, знаете, Брайтон-Бич только в Майами. Так, ребят, но я внутри магазина. Вообще не выглядит, как русские магазины у нас в Лос-Анджелесе. Давайте посмотрим, что здесь и почем. Так, ребят, квасы сразу пометка, из какой страны приехал. Смотрите, Россия, Украина, Беларусь. 3,99. Вот такой вот квас трапезный. Для тех, кто скучает по русской селедке, тоже есть. Вот из России 4,49, из Беларуси тоже 4,49. Одинаковые цены, удивительно. Для тех, кто соскучился по сладостям. Там Аленка, Белый Мишка, Сказка. Слушайте, все конфеты из детства. Это же вот батончики. Смотрите, их раскупили. Наверняка батончики больше всего любят. В этих магазинах есть все, что душа пожелает. Даже пирожки. А перед входом запаркованы Мазерати, Майбахи и прочие люкс-авто. На Брайтон-Бич в Нью-Йорке, конечно, такого не увидишь. Давайте посмотрим, что в меню ресторана, который находится здесь на Саня, с русского ресторана. Борщ 12 долларов, корчо 12 долларов. Все солодцы. Это же интернациональная кухня пошла. Короче, 11 баксов. Помните, я в Нью-Йорке рассказывала про рунглиш. Так вот, это когда ты говоришь на русском, а потом маленькая, да и есть припечаточка на английском. В общем, смешиваешь языки, тут ровно такая же история. Все эти трамп-тауры и высотки, конечно, выглядят хорошо. И, кажется, я нашла способ, чтобы увидеть всю эту роскошь своими глазами. Максим, привет. Максим давно работает в Майами риэлтором и говорит, что за последний год сюда хлынул поток людей со всего мира. И сейчас это штат номер один по переезду. Сколько стоит конкретно вот эта квартира? Сколько здесь комнат ван? Ну, ты знаешь, это особенная квартира. На самом деле здесь четыре полных спальни. Есть Дэн, это такая небольшая комната, которую тоже можно, в принципе, использовать как спальню. Кладовка, да, такая она, да? Конкретно вот эти апартаменты, они стоят 3 миллиона 800 тысяч. Но самое интересное, что здесь есть еще гостевой домик, который находится вот справа от тебя. То есть у тебя квартира, и в квартире еще есть отдельный дом. Да, и в квартире есть еще отдельный дом, и еще есть бассейн, и еще есть терраса. Меня, конечно, очень заинтересовал домик для гостей. И что это вообще такое? Итак, здесь гостиная, причем такая достаточно огромная. Кладовочка. Здесь ванная, которая соединяется. Вот так. Очень просторно. Всем привет. Душевая. И дальше я захожу в спальню. Вау, это просто, знаете, как номер в президентском отеле. Огромный, огромный. И это, как говорится, если теща приехала, то вот, пожалуйста, все тусуют там, а она отдельно комфортно проживает. Ключевое слово. Отдельно. Кто все эти люди, которые покупают квартиры вот в этих домах? Ну, ты знаешь, если и раньше бытовало мнение о том, что, во-первых, в Саня Айл все-таки живет очень много русскоязычных людей. Здесь какая-то конгломерация, да, наших соотечественников. То есть сейчас все-таки я смотрю по тому, что происходит, в большей степени приезжают предприниматели, которые сумели так или иначе наладить свой бизнес у себя в стране и могут руководить им, управлять им удаленно, дистанционно. Ну, то есть, айтишники, например, те же самые. Я знаю, что сейчас огромное количество айтишников проехало в Майами. Да, совершенно верно. Очень чувствуется в этой квартире общая прохлада. Вообще во всех квартирах в Майами важно, чтобы было прохладно. И для флоридцев коренных считается, что если кондиционер в квартире отключился, то все, это ЧП. Это реально может быть опасно для здоровья. Вот в ванной очень-очень прохладно вышел, скупался и будешь вот так стоять. Хотя на улице будет крайне жарко. Во Флориде вот так вот, если ножки свешиваешь куда-нибудь к водоему, нужно убедиться, что нет рядом аллигаторов. Здесь эта проблема действительно, потому что тропический климат, и их можно встретить прямо буквально на территории домов. Куча видосов в интернете, когда аллигатор выбегает. Во Флориде есть специальная служба по отлову аллигаторов. То есть, если вдруг люди видят его на крыльце собственного дома или в бассейне, звонят, вызывают специальных людей, они аллигаторов забирают. Более того, их нельзя самостоятельно тронуть там никаким образом. Лучше вызвать специальную службу. Все-таки Майами остается большим городом. Смотрите, что я увидела, когда шла. Игрушки здесь, видимо, сбили малыша. Ребят, берегите своих детишек. Это, конечно, ужасно. Весь этот туристический флор понятен. А что делать, если ты тут хочешь жить? Что будет по факту? Понятно, что машину здесь нужно иметь 100%. То есть, это не просто роскошь, это прям необходимость. Это, в принципе, неплохо по бензину, потому что здесь он недорогой. Относительно, например, той же Калифорнии стоит 3 доллара за галлон, а в Калифорнии 4.3. Кстати, приличная разница. Дальше по аренде квартир. Квартиры здесь больше, чем в Нью-Йорке, просторнее. Это, на самом деле, круто. Где здесь работать в туристической сфере, устраивать свой бизнес, вообще непонятно. В основном люди, конечно, приезжают и идут работать на кого-то. А здесь их поджидает сюрприз. Оплата в Америке в час. И во Флориде минимальный час стоит 8.65 доллара. Для сравнения, в Лос-Анджелесе это 13 долларов в час, а в Нью-Йорке 15. То есть, практически, в два раза меньше люди здесь получают. И, как понимаете, не все тут миллионами ворочают. А есть в Майами вот такие районы, как вот этот. Называется он Маленькая Гавана. И здесь вечером, вообще, говорят местные, лучше не выходить. Криминальность прям повышенная. Самое главное, что здесь живет кубинская диаспора. На те люди, которые приехали в Америку, не самым простым путем. И, смотрите, построили дома даже, которые очень аутентичные. Крыши, решеточки. Все ровно, как на Кубе, только в Америке. Вот так, ребят, посмотрите, какие диваны. Что-то все разбросано. Я надеюсь, сейчас оттуда не выбежит какая-нибудь собака. Средняя заработная плата, я посмотрела в интернете, около 30 тысяч долларов в год. Это чуть больше 2 тысяч долларов в месяц. Как понимаете, не только для Майами, но и для Америки в целом, это очень низкая зарплата. Классический дом. И, смотрите, никто даже не думает о посадке какого-то газона, стрижке. Просто обычная трава, потому что у людей нет денег. Здесь прям чувствуется советское наследие, потому что вот этот парк, где кубинские дедушки играют в домино. Вот смотрите, прям сейчас. И эти мирные дедушки за домино вряд ли захотят говорить, как они сюда перебрались, потому что истории там очень грустные. Большинство кубинцев, которые здесь живут, добрались до Америки одним единственным и крайне опасным способом по океану. То есть не просто, как мы сели в самолетик, долетели, и вот они, мы здесь. Они доплывали на лодках, причем часть людей могла попросту не добраться, в том числе женщины и дети. Поэтому для каждой кубинской семьи тема переезда, она просто очень-очень личная. И, кстати, здесь есть такое правило. Как только лодка доплывает до берега, и если человек успел наступить, то все, он может остаться в США. Если еще нет, то лодку могут депортировать. Поэтому это здесь называется правило первой ноги. Я знаю, что любое место определяет еда, что едят местные. И вот я вижу простые кубинцы, заходят в подобные кафешки. Сейчас я узнаю, что же они покупают здесь, что здесь вкусненького. А самое главное, что там на плите варится кастрюля, вот так из них все выкипает. Что там? Я даже не представляю, но выглядит как будто там что-то прям очень вкусное кашеварится. Говорит, у нас лучший мохито. Алкоголь не прям вшторивает, говорит, просто как ураган. Я говорю, подождите, мохито. Еще целый день тут гулять. Но лимонад... Очень вкусный. Реально из лимончиков и плюс там мята внутри. Вообще в кубинской кухне они тоже часто мяту добавляют. А здесь у меня булочки. Я просто обязана их показать. Значит, это интересный вкус должен быть. Здесь сыр и гуава. Правда, вкус интересный. Значит, сверху сыр, он прям внутри теста, а внизу гуава. Я как-то с десерта начала, но надо было начать вот с этого обжаренного пирожка кубинского. Внутри должна быть курочка. Смешали с хлебом и зажарили. Какие-то очень недорогие котлеты просто во фритюре. В этом что-то есть. В общем, спасибо кубинцам за этот сытный перекус. Мне нравится. А еще здесь проходишь, и своя Алия славы у них. Представляете? Местные прям сходкаются с этими звездами. Вообще, вот за что многие любят Америку. За то, что она вот такая разнообразная. Буквально шаг влево, шаг вправо. Разные национальности, разные районы. И от этого, на самом деле, очень круто. Я вот с этим крокодиллом на входе Майами как-никак. Пошла искать подарки. Потому что в каждом видосе обязательно я привожу что-то для подписчиков. Шлепанцы Майами. Мне кажется, у нас уже прохладно. Не актуально. О, боже мой! В Майами сурово. Тут не только крокодилы. Тут, смотрите же, вы из трекозы прямо в магазине. Эй, привет! Мне кажется, из Майами идеально всего привезти майки. Вот, мне кажется, вот белая, черная. Просто идеально. Белая, черная. А давайте я две возьму и разыграю в этом ролике две майки. Что скажете? Все как обычно просто, чтобы выиграть лайк, коммент, подписка. И, ребят, всем желаю удачи. А вот это место в 90-х было криминальным районом, куда вечером лучше не соваться. Трудно поверить, что в свое время Винвуд был центром фуртариканских наркоторговцев. Потому что много было цехов всяких заброшенных. И кого тут только не встретишь в то время. Но хорошо, что один американский предприниматель взял и выкупил все заброшенные цеха. Перестроил это все под магазинчики, под кафешки. И сейчас Винвуд совместно со всякими художниками и арт-галереями превратился вот в такое вот творческое место в Майами. Тут поработало больше 50 артистов из 16 стран. И сегодня Винвуд – это одна из самых больших в мире площадок для стрит-арта под открытым небом. Ну и хипстерское место в Майами. Слышите музыку? Очень много в Майами испаноговорящих. Ну, потому что, во-первых, здесь рядом Мексика, Куба. В общем, здесь считается, что иногда даже английскую речь сложнее услышать, чем испанскую. То есть я бы сказала, что для меня испанский язык здесь номер один, а английский на втором месте, казалось бы, в Америке. Мне кажется, просто невозможно не показать в Майами творческую часть. Герман, такую красоту ты пишешь! Привет! Герман переехал из Нью-Йорка сюда. Расскажи, как тебе вообще? Как тебе Майами? Ну, мне нравится очень. Я кайфую. Я как бы для этого и переехал, что называется. А до этого я 4 года в Нью-Йорке прожил. И поездил, на самом деле, по всей Америке практически. Буквально пару штатов не посетил. И Майами прям легло сердце. Герман говорит, что лучшего места, чем Майами, он пока так и не нашел. Тем более, что и работа художникам здесь всегда найдется. Здесь так же, как и в России, заказчики, частный бизнес. То есть они хотят себе здание украсить? Здание украсить, внутри что-то. Потому что даже когда я работал в компании, вот эти 3 года в Нью-Йорке, мы делали в основном коммерческие мюрлы, и это в основном сайны. Здесь, в принципе, культура с 60-х, 70-х годов идет, что это hand-paint сайн. Типа вот... Руками. Да, 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 да. В Калифорнии вообще полно. Все же одноэтажные, каждый свой домик украшал. Это правда. Представь, что все обнуляется, все, что у тебя здесь есть. И ты как бы заново должен приехать и покорить Америку. Ты бы согласился? Мой ответ, безусловно, да, потому что я и сейчас нахожусь прям в этом моменте. То есть ты до сих пор еще? Вот до сих пор, понимаешь? У меня как бы даже тот же самый Нью-Йорк, вообще весь этот путь в Америке, трансформация, действительно переезд сюда, это полное обновление, это какая-то вот новая жизнь, потому что я вообще без документов, без, ну, денег полторы тысячи было, без языка. Привет, Нью-Йорк! У меня был хостел на неделю забронирован, серьезно. Я даже не знала, что в Нью-Йорке баллончики запрещены к продаже, чтобы хулиганы город не портили. А в Майами вот разрешены, и в этом районе творчество даже приветствуется. Пробую вот так поставь, с одной точки, и вот так вот к пульне. Вот так? Да. Короче, теперь у меня есть, если что, я надеюсь, на недельку это все. Маленький кусочек. Слушай, ну, должен дольше продержаться. Серьезно? Ну, та вот моя стена, это с января. Вот ту стену я в январе сделал. То есть это крайне стабильно будет. Так что, ребят, знаете, если кто приедет в Майами, в Винвуд, здесь я с авторствием с Германом что-то расписала. Это нереально круто. Очень приятное чувство. Спасибо. Ну, в общем, за эти два дня, проведенных в Майами, я очень многое переосмыслила и поняла. Ох, Майами, блин, это дорогие дома. Машины, от которых кружится голова пальмы. И одновременно растущие цены, вечные поиски себя. Ты такой контрастный. Это как, знаете, пить холодный коктейль в горячем душе. Спасибо тебе за гостеприимство и обгоревшие плечи. Очень надеюсь, что еще вернусь. А мне пора двигаться дальше. Пока, Майами! Субтитры сделал DimaTorzok